В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Пришел, увидел, вырубил. У реки Сулак на площади около 200 квадратов метров неизвестные вырубили деревья. По результатам расследования будут приняты меры для наказания виновных. Благие дела объединяют. Делегация из Дзербента прибыла в Махачкалу на место строительства духовного центра имени пророка Иси. А цель визита через несколько минут. Ждали весну, а пришла зима. В ближайшие дни, 17 и 18 марта, в Низменных, Предгорных и Горных районах Дагестана ожидаются заморозки. Незаконная вырубка деревьев. У реки Сулак на площади около 200 квадратных метров неизвестные вырубили деревья, иву и тутовник. Инспекторы составили акт обследования местности и сейчас подсчитывают нанесенные ущерба. Также устанавливают личности браконьеров. По результатам расследования будут приняты меры для наказания виновных. Налоговые службы намерены вывезти из тени заправки Дагестана. Проверки пройдут на заправках Кизляра, Бабаюртовского, Нагайского и Тарумовского районов. Цель рейда – узаконить бизнес и наладить на АЗС меры безопасности. Всего в регионе с 1 января 2020 года числятся 900 автозаправочных станций. 177 из них по разным причинам не работают. В прошлом году во время проверки было дополнительно поставлено на учет еще 14 АЗС. За деньги, выданные на рождение первенца, жители столицы республики смогут купить лишь 13,2 квадратных метров жилплощади. На большее маткапитала в 466 тысяч рублей не хватит. Об этом свидетельствуют данные исследования РБК. Но и это куда больше по сравнению со столицей России. В Москве с такой суммой можно рассчитывать всего на 3,5 квадрата жилья. При этом больше всего могут себе позволить жители Челябинска – это почти 17 квадратных метров – и Сарадова – 15,9 квадратных метров. В Дагестане с приходом весны выросли цены на овощи и фрукты. Как сообщает Дагестанстат, рост цен на свежую сельхозпродукцию составил 10,5%. При этом яйца подешевели более чем на 20%. Наибольший сезонный рост цен отмечался на чеснок, помидоры, яблоки, груши и репчатый лук. В целом инфляция в Дагестане за два месяца этого года составила 0,6%. В феврале на 2,3% подешевело газомоторное топливо, а цены на бензин остались на уровне предыдущего месяца. Ничто так сильно не объединяет людей, как совместное участие в благом деле. Делегация из Дербента прибыла в Махачкалу на место строительства духовного центра имени пророка Исы. Целью визита жителей старинного города стало не только посещение будущей достопримечательностей, но и посадка деревьев в аллее, прилегающие к духовному центру. С места событий Абдулалиев. Ранним утром жители Дербента собрались вместе, чтобы направиться в сторону столицы к месту строительства духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Десятки машин с сотнями людей выехали из города с одной благой целью – внести свой вклад в облагораживание территории вокруг будущей духовной жемчужины республики. И вот она долгожданная делегация из Дербентского района. Сегодня они прибыли в огромном количестве. Их главная цель приезда – посадить деревья на территории духовного центра, оставить свой след в истории возведения этого центра. В числе возглавивших делегацию южан – сам мэр Дербента Хизря Бакаров. Известные религиозные и общественные деятели, и простые граждане древнего города. Для посадки они выбрали лучший вид деревьев – три вечно зелёные магнулии, которые теперь, благодаря инициативе дербенцев, будут красоваться на территории будущей аллеи, прилегающей к духовному центру. Созидательный труд и благая цель объединяют всех – старшее и молодое поколение, представители разных профессий и слоёв общества. Посадив деревья, значимым для дагестанца вместе, люди оставляют наследство своим потомкам не только тенистую аллею, но и пример благих поступков. По-моему, впервые мы собрались, когда все вместе объединились и сажаем зерно, которое принесёт свои плоды. Сегодня мы посадили дерево, вы видите, оно уже зелёное. Это значит, наконец-то, все мы вместе начинаем объединяться и что-то для города, для Дагестана делать хорошее. Мы очень рады, что мы в этом участвуем. И все дербенцы, потому что одно из этих деревьев называется именно в честь всех жителей Дербента. Мы будем приезжать, будем смотреть. Но чем больше таких акций будет по всему Дагестану, нас всех, дагестанцев, будет объединять. Как ранее было сказано, надеемся, что это будет причиной нашего сближения, увеличения любви друг к другу, переживания друг за друга. И в дальнейшем это только то, что мы сегодня посадили, а дальше в дальнейшем, иншалла, мы плоды этого увидим. И плоды увидим не только тех деревьев, которые мы посадили, увидим плоды того братства и сближения, о котором сегодня ранее говорилось. Далее традиционное фото на память, а также ставшее уже не менее традиционным дружное произнесение лозунга Духовного Центра. Давайте вместе строим Духовный Центр! Отметим, что одно из деревьев было посажено в честь подвижника пророка Мухаммада, миром и благословения, похороненных на Дербенском кладбище Керхляр. Главная цель приезда выполнена. Деревья посадили. Но на этом все не закончилось. Сейчас вся делегация направляется на место проведения специального торжественного мероприятия. Мероприятие проходило внутри будущей мечети имени пророка Мухаммада, миром и благословения Всевышнего. В торжественной обстановке всем, кто причастен к этой акции, были вручены специальные сертификаты. Очень радостный день для Дербенца. Почему? Потому что по прошествии 14 веков Дербент и Дербенцы не забыли славных подвижников пророка, которые донесли до нас свет истины, свет ислама. И через тысячелетия мы сегодня решили за упокой их души, за их память с подвижников пророка, посадить деревья. В этом плане Дербенцы готовились усердно. Каждый, кто смог, внес свою лифту в это благородное дело. И сегодня вот такой дружной делегацией приехали сюда. Мы знаем сажать деревья, сунна пророка, салли Аллаху алисалам. И все жители Дербента сегодня сплотились, приехали сюда, чтобы оживить эту сунну, поучаствовать в этой акции в посадке деревьев на народной аллее. И я думаю, еще более что важно, то что мы все, Дербенцы, объединились и приехали сюда. Мероприятие сопровождалось исполнением нашидов. Была также проведена викторина на знание истории Дербента. Для жителей древнего города этот день стал настоящим праздником. Сегодня очень важный день. Знаменательный день. Пришли на такое святое место посадить деревья. Внесли свой небольшой вклад в строительство мечети. Очень вдохновлен тем, что я здесь присутствую, что Всевышний Аллах дозволил мне такой шанс, дал мне такой шанс присутствовать здесь. Я очень мечтал об этом, и дерево посадить. И мне удалось это сделать, участвовать в этом мероприятии. Думаю, что очень важный день. Один из важных дней. И, наверное, еще важнее будет день открытия. Надеюсь, мы этот день тоже увидим. Очень рады, что нам тоже такой день выпал, что мы тоже посадили дерево. День выдался насыщенным. Дербенцы побывали на месте строительства объекта, который в будущем будет одной из главных достопримечательностей республики. Несомненно, дербенцы, как и многие другие жители Дагестана, став сопричастными к этому градиозному событию, теперь навсегда сохранят этот день своей памяти. Абдулла Алимуса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Один день из жизни предков глазами современников. Белоснежные старинные платки, традиционные черкесски и папахи. В селе Аракани Мунсакульского района школьникам рассказали про различные обряды и древние традиции села, а также провели этно-мастер-класс. Например, показали способы завязывания веревки на кувшине. После чего, одетые в национальную одежду, учащиеся спустились к роднику за водой. Рассказать о Кавказской войне устами шестилетних детей. Представители фонда имени имама Шамиля побывали в детском саду «12» города Дербента. Воспитанники учреждения подготовили выступления, иллюстрирующие одни из самых ярких страниц истории Дагестана в форме показательных сценок. Они рассказали стихотворения и показали фрагменты из жизни руководителя национально-освободительной борьбы горцев и его сподвижников. Остановитесь! Разве это мучили тут отцы и деды? Мы должны быть вместе в этот тяжелый час. Что остается вы своим детям наследие? Честь или позор? Если кто-то оступился, надо подать ему руку! После представления гости рассказали ребятам удивительные факты и познавательные истории из жизни великого горца. В завершении мероприятия детям вручили благодарственные письма и приятные подарки от президиума фонда имени имама Шамиля. Не остались без внимания и воспитатели, которых также отметили грамотами и книгами. По словам организаторов, детсад «Теремок» стал отправной точкой для начала серии мероприятий такого рода. В последующем, надеются организаторы, инициативу проявят и другие дошкольные учреждения Дагестана. Это 12-й садик «Теремок» в Дербенте. Посадили такой сценарий, посвященный имаму Шамилю. Все это знаменательно, и я думаю, что то, что они начали, это все будет распространяться и по другим садикам не только города Дербента, но и Дагестана в садик. Потому что если ребенок с детства знает свою историю, свое прошлое, он будет более дисциплинирован, он будет более ответственен. И снова морозы. В ближайшие дни, 17 и 18 марта, в низменных, предгорных и горных районах Дагестана ожидаются заморозки. Температура воздуха составит минус 1, минус 4 мороза. В горных районах до минус 8. Населению республики рекомендовано воздержаться от дальних поездок. И о спорте. Путь в Токио лежит через Лондон. В столице Великобритании проходит европейский отбор на Олимпиаду по боксу. Право представлять Россию в квалификационном турнире предоставлено четверым дагестанским спортсменам. Свои дебютные поединки на выходных уже выиграли Расул Салиев и Саадат Долгатова. Салиев, выступавший в весе до 52 килограмм, в первом круге взял верх над поляком Якубом Сламинским. Чтобы завоевать олимпийскую путевку, воспитаннику дагестанской школы бокса достаточно выйти в одну четвертую финала. И поэтому победа в предстоящем бою с хозяином ринга Галалом Яфаи нужна ему как воздух. Мировые лидеры своих категорий Муслим Гаджи Магомедов и Зинфира Магомедалиева вступят в борьбу за лицензии завтра, 17 марта. А дагестанские тэквондисты завоевали 9 медалей на Кубке президента Союза Тэквондо России. Масштабный турнир с участием свыше 1200 юношей, юниоров и мужчин проходил в минувшие выходные в Черкесске. Из общего количества выигранных наград, три высшие пробы, наилучшие результаты показали Магомед Гаджи Магомедов 37 кг, Абдулмажид Гасанов 55 кг и Шамиль Магомедов 59 кг. Еще шестеро наших спортсменов довольствовались бронзовыми медалями. В общекомандном зачете сборная Дагестана в двух возрастных группах расположилась на третьей строчке, пропутив вперед тэквондистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин